Hello, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в Beholder 2. Мы с вами вернулись в министерство и находимся уже, как вы видите, на другом этаже. Мы с вами получили повышение в прошлой серии, и я предлагаю пробежаться посмотреть, что у нас вообще тут по заданию. Наука и преступления найти компромат на Исаака Вайнберга, выше только звезды получить повышение, самообучение подготовить 10 клонов и новые горизонты найти организацию по развитию личности. Да, вообще, плевое дело, кстати, надеюсь, вы не забыли поддержать лайком это видео. Ну, а я думаю, пока с незнакомцем пообщаюсь. Привет, я Эван, недавно на этой должности. Так, ты ученый или обслуга? В смысле обслуга? Понятно, значит, обслуга. Так как тебе придется работать со мной, я... так как тебе придется работать со мной, я готов потратить немного своего драгоценного времени и объяснить тебе, чего я от тебя хочу. Подождите. Начну с главного, меня зовут доктор Горацио Ньюпорт. Мне 20 лет, я здесь главный гений. После Вайнберга я тут главный администратор. В научных вопросах просто главный. Я понял, вы главный. Да, ты обслуга, а я главный. Окей. Про любимый сериал? Вы смотрите сериалы. Великим умам тоже иногда требуется отдых. Я смотрю эффект Шрюдингера про ученого, который смог раздвоиться, чтобы стать в два раза эффективнее. Хорошо. О клонах. Почему все клоны одинаковые? Потому что нам, ученым, без разницы, как выглядит чашка Петри. Нам важно, что происходит в ней. В свое время Вайнберг принял мудрое решение оптимизировать затраты на внешний вид и сосредоточил мое внимание на улучшении содержания. Что это значит? Это закрытая информация. Да ты не поймешь. Это наши научные дела. Почему вы решили, что я обслуга? На этом этаже делятся люди на ученых и обслугу. Ученые творят, а обслуга лишь копирует их открытия и помогает совершать новое. Я думаю, тебе не надо объяснять, кто важнее. Или надо. Про семью давайте спросим. Доктор Ньюпорт, ваша семья, наверное, гордится вами? Они бы горделись, если бы не были такими заносчивыми. Мой отец получил всего лишь одну малую медаль вождя за науку. А у меня, между прочим, большая медаль. Государственная премия и кубок лучшего ученого прошлого года. Когда я указала ему на то, что он объективно глупее меня, он перестал со мной разговаривать. Поэтому теперь я живу в закрытом общежитии для гениев. Так, ты мне надоел. Заканчиваем разговор. Эээ, Карл, это... А, вот это эти клоны, ребятки. А ты кто такой? Я Эван Редгрейв. Я Оливер Вертинский. Ээ, Смотритель, главного терминала. Расскажи про терминал. О, это настоящее чудо. Ты знаешь, что я принимал участие в разработке почти каждой модели? Нет, не знала. Ты можешь рассказать про них подробнее? Да сколько угодно, что тебя интересует. Давай про разнообразие. Зачем так много разных моделей терминалов? Не проще ли было поставить везде одинаковые? Что значит одинаковые? Каждая модель предназначена для определенных целей. Настроена на определенного сотрудника с определенным уровнем доступа. Те не шутки. Эээ, защита у них есть? Естественно. И физические внутренние. Несколько уровней с перепроверками, ложными данными и даже... Хотя, что я тебе рассказываю? Я же книгу написал про это. Хочешь почитать? Да, конечно. Держи, раритет единственный экземпляр. Такой только у меня и у вождя. Нифига себе. А дизайн разрабатывал настоящий гений. Гений! Знаешь, что-нибудь про Иванита Чиккурито? Не, первый раз слышу. Это потому что ты мракобес и не разбираешься в искусстве фармы. Не ценишь красоты материального мира. Окей. Окей. Идите. Карл. Вот это наши Карлы. Карл, Карл. Это все Карлы, да? К начальнику я пока идти не хочу. Значит, у нас, скорее всего, раз. А у нас, скорее всего, значит, Горацио два. Тут у нас кто сидит? А мы не знаем кто. И тут дамочка какая-то. Дамочка, здрасте. Тук-тук, мадемуазель. Здравствуйте, меня зовут Эван Редгрейф. Я буду работать на этом этаже вместе с вами. Мария Кури. Мария Кури? Лос лдэ фом длэво. Чего? Очень приятно. Жарыв дларжив? Подождите, может она как-то наоборот говорит? Лос длэв фом длэво. Извините. Жарлыщ. Слот. А я бы не буду. Простите, я вас не понимаю. Слушайте, ну у нее язык интересный. Так, какой тут у меня? Тут какой-то незнакомый. Тут еще кто-то? Слушайте, четыре человека против? Нет, наверное, не четыре. Все-таки третий. Привет. Или тебе я не хворать. Меня зовут Эван. Меня недавно сюда перевели. Вот хожу, знакомлюсь с коллегами. Меня зовут Стивен Докин. Стивен Докин. Так, про любимый сериал. А у тебя есть любимый сериал? Наверное, что-то про медицину. Думаешь, если инвалид, то сразу про медицину? Мне больше фантастика нравится. Квантовый качок, например. Очень уважаю. Там хотя бы геморрой цитатами вождя не лечит. Ага, вот оно что. Давайте про семью спросим. У вас есть семья? А что ты спрашиваешь-то? Так, принято. Говорит про семью, погоду, работу. Слушай, это на особом счете у меня двойной план по работе. Так что некогда мне болтать про семью, работу, погоду и прочие глупости. Стивен, как вы думаете, клоны это люди? Клоны это клоны. Местная болванка, в которую мы запихиваем мозги. А разве люди не болванки с мозгами? Ты быстро соображаешь, но если будешь жалеть клонов, долго тут не проработаешь. Так, вы могли бы мне рассказать про коллег, про Марию Кури. Что с Марией Кури? А что тут рассказывать? Ходит ли печь что-то по-своему? Ничего не понятно. Говорит, она была крупным ученым у себя в стране, а наша разведка ее и умыкнула. Правда, толку от нее ноль. Почему? Так говорю же, никто не может понять, что он там бормочет. А переводчика в министерстве сейчас днем с огнем не сыщешь. А про Горацию? А про Ньюпорта? Никогда не понимал этих вундеркиндов. Я слышал у него IQ космический. А посмотреть, какой он работает, так просто дурак дураком. Хорошо, узнать про этаж. Я не думала, что целый этаж в министерстве отдали под клонов. Что там было? В смысле? Эти клоны потом заменят тебя, меня и всех, кто работает в министерстве. Бэт, не пугает. Я надеюсь, что это случится после моей смерти. А пока что я просто занимаюсь наукой, как и все тут. Ладно, пошли попробуем клонов сделать, ребят. Мы еще такого не делали. Вот за что мне нравится Бихолтер, тут все время что-то новое. Что-то новое, необычное и интересное. Что мы сейчас будем делать? Ума не приложу. Письма опять. Опять рассылка какая-то. Так, обновление энциклопедии. В связи с разоблачением Борисского шпиона Алонс Кориоза. Редакция Большой Патриотические Энциклопедии рекомендует изъятие из пятого тома БП 21, 22 и 23 страниц, а также портрет Кориоза, клеенный между 23 и 24 страницами. Взамен вам высылается страница с новым текстом. Спасибо, это очень важно. Ну хорошо, давайте посмотрим. О, ребятки. Я даже представить себе не могу, что мы должны сделать. Клоны будущего нашей страны. В министерстве постоянно нужна новая рабочая сила. Ваша задача подбирать под профессию подходящую личность и загружать в их клонов. Ага. Выберите профессию, используйте воздействие. Чтобы характеристики личности максимально совпадали с характеристиками профессии, можно выбрать от 1 до 5 воздействий. Цените совпадение профессии и личности. Цвет характеристики показывает степень совпадения. Зеленый полный, желтый частичный, черный нет. Совпадение нажмите применить. Награду начисляется, если зажглись 3 и более лампочки. Ну ладно, ребят, давайте проверим воздействие личности. План, награда. Так, ну хорошо, купить. Интеллект, творчество, сила. Так, сейчас будем... Значит, у нас что? Сначала нужно... Давайте смотреть. Что нам нужно первое сделать? Выберите профессию. Окей. Младший научный сотрудник, геолог. Давайте пекарь. Значит, что нам всем и нужно? Ты будешь нас пекарем. Сила, интеллект, творчество, патриотизм, выносливость. Выносливость 10. Интеллект. Сила 10. А мы все это проверять можем или как-то нет? Может быть, смотрите, творчество 0. Интеллект 5. Интеллект 20. Патриотизм 15. Выносливость. Интеллект тебе нужен? Нет, не особо нужен. Выносливость минус 20. Обалдеть. Хорошо, выносливость, интеллект, выносливость, патриотизм. Ну, это такое. Сила патриотизм, выносливость. У нас тут как-то слишком много. Может, смотрите, интеллект 5. Может, вот это мы с вами возьмем? И что мы еще можем с вами сделать? Можем что-то еще выбрать? 15, 20. Нет. А, давайте все проверять. Этот. Второй. Этот. 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 А, используем на 5 спитии. Так, стоп-стоп-стоп-стоп. Давайте сбросим как-то. Я убираю вот эти все. А, мы можем сразу. Все понятно. Значит, что я там изначально выбрала? Может быть, смотрите, сила. Вот это, по-моему, мы с вами взяли. И мы могли бы добавить что ему еще? Выносливость. Что у нас тут с выносливостью? Ничего нет. Минус 20 выносливость. 10. Патриотизм слишком. Блин, нет. Это слишком много. Стоп. Что мы тебе уже добавили? Я уже путаться начинаю. 3 из 5. Эм, так. Выносливо вот это убираем. А, нет. Хотя это как раз было неплохо. Неплохая добавка. Творчество, патриотизм, сила. Нет, нам не надо. Нам нужны какие-то небольшие показатели. Значит, выносливость. Все-таки дайте мне, вожество, выносливость. Пятнашка. А нам нужна десятка. Выносливость, выносливость. Десятка. Вот это? Ну, блин, у нас патриотизм-то на двадцатку. Ну, давайте проверим вот этот вариант. О, нам немножечко денежек дали. Аж целых 90. Хорошо. Идите, сударь. Предлагаю попробовать младший научный сотрудник. О, эта тема классная. Младший научный сотрудник. Сила, интеллект, творчество, патриотизм. Ну, все так, по пятерику. Значит, смотрим. Творчество у него сколько? Минус пять. Ну, давай тебя возьмем. Хотя ты мне не очень нравишься. Выносливость можем добавить. Желтенький. Не, ребята, это не то. А вот смотрите, у нас есть выносливость, творчество. У него что? Выносливость и интеллект. Давайте начнем, наверное, с самого крупного. Выносливость и интеллект. Выносливость и интеллект. Ну, вот это. Можем взять творчество. Надо немножко понизить. Творчество пятнадцать. Творчество. Так, можно взять. У нас тут выносливость двадцатка. Ну, такое себе. Выносливость ноль. Что у нас тут есть еще с выносливостью? Выносливость пятнадцать. Тебе нужно десять, да? Сила тебе не нужна. Блин, теперь у нас патриотизм большой. Хорошо, давай все это уберем. Смотрите, мы можем начать, может, отсюда вообще? Нет, тут сразу много. Ух, ухонюшки. А если мы так начнем? Творчество, творчество. Ну, походу, мы так уже начинали. Творчество. Подождите, а если мы вообще начнем по хитрому? Мы начнем с вот этих. Интеллект десять. А у нас тут сила десять. Возьмем тебя. Не, этим мы, мне кажется, будем добавлять. Начинать надо с чего-то покрупнее. Вот я думаю, что начнем с вот этого. Потом нам нужно... Но творчество минус двадцать, это маловато. Что бы нам с вами взять? А сколько нам нужно этих самых кнопочек? Зеленый, полное сопротивление, желтый, частичные. Значит, что нам нужно? Награду начинать три и более лампочек. Если зажглись, три и более. Ну, хорошо. Что нам... Чего нам не хватает? Сила ноль. А мы силу сколько должны? Пять. Нет. Силу мы с вами пятерик уберем. Сила пять, сила пятнадцать, сила пятнадцать. Тут какие-то одни у нас силовики получаются. Сильные товарищи. Потом у нас, хорошо, интеллект пятерка. И... А тут у нас интеллект десятка. Патриотизм, выносливость. Что-то у нас с этим, знаете, патриотизм... У нас с вами выносливость минус двадцать. Творчество, интеллект. Не, не совпадает. Хорошо, ребят, давайте сейчас подумаем, покомбинируем и попробуем это все выполнить. За это вы мне заплатили чуть меньше. Я предлагаю попробовать шеф-повара сделать. Давайте попробуем шеф-повар. Ой, так тут надо хорошенько так ему добавить. Понимаете, там оно все так комбинируется. Вроде бы скомбинировалось, а вроде бы и нет. Значит, силы мы тебе тут многовато добавили, да, дорогой мой? Начнем, наверное, не с очень крупных, мне кажется. Творчество. Понимаете, самое смешное, что у нас тут все должно быть у нашего... Возьмем вот этот все-таки. Сила двадцати из двадцати. А сила у нас должна быть десять. Хотя нет, это многовато. Предлагаю вот с этого начать. Выносливость много, да? Интеллект должен быть десятка. У нас тут где-то есть еще интеллект? Интеллект, интеллект. Минус десять, плюс десять. Интеллект. Смотрите, мы могли бы взять вот это, а потом вот так вот, например. И смотрите, у нас все желтенькое. Мы использовали три из пяти. Чего нам не хватает? Сила пятнадцать, сила десять. Интеллект. Ну, мы его чуть более умным, чуть более творческим. Короче, мы ему везде плюсы ушли. Ну, хорошо, давайте с таким попробуем. Ну, нам тоже пятьдесят заплатили. Давайте еще одного вместе сделаем. Интересно. Вот это вообще интересная такая штука. Мне кажется, это одно из самых интересных таких вот заданий. Давайте геолога попробуем. О, сила, интеллект, творчество, патриотизм. Все надо брать, да? Значит, берем вот это. О, так смотрите, у нас почти... Давайте такого возьмем. 75. Вообще, нам бы идеально зелененькие, чтобы все были. У нас остался один банщик, правильно? Мы еще банщика с вами не делали. Так, господа. Банщик. Сила, интеллект, патриотизм, выносливость. Сила, интеллект, творчество. Вообще не надо. Патриотизм. Патриотизм мы не можем тебя уменьшить, да? Ты слишком патриотичный будешь банщик. Итак, сделаем. Смотрите, совпало. Интеллект и выносливость. У нас ни туда, ни туда. Вот так что ли сделать? Ну, это слишком патриотичный. Сила. Слушайте, давайте такого попробуем. 90 и плюс 500, ребятушки. И еще нам дали. Но так как мы с вами сделали пока что только... Пятька, в чем плюс? Что тут достаточно легко будет награду получать. Тут будет достаточно это легко. Слушайте, а нам бы надо еще купить. Прикупим еще воздействие на личность. Предлагаю... Давайте по очереди эти банщик. Значит, 15. Интеллект. 10, 10, 15. Не, это что-то маловато. Ему нам да что-то такое не очень большое. Интеллект надо чем-то понизить. А, 2 из 5. Тихо. Я же вот это вроде убрала. Сила 5. Патриотизм. Выносливость. Ну, ты как раз должен быть выносливым товарищем. Патриотизм, интеллект. Нет. Это слишком. Мы тебе слишком много добавили. Вот так. Но нам надо творчество понизить. Творчество, творчество. Блин, тут только повышение у нас идет везде творчество. Сила минус 20. Стоп. Стоп, стоп, стоп. У нас тут совсем теперь другой набор. Давай попробуем с тобой, знаешь, что взять. Давай вот так попробуем. Значит, творчество надо желательно в минус. Блин, ему вообще творчество не надо. Тогда будем выбирать без творчества. Патриотизм. Ты будешь слишком патриотичный, да? Хотя нет. Вот, смотрите. Выносливость. Двадцаточка у нас тут есть. Случайно нет. Десяточка. Но это маловато. И что нам еще нужен? Интеллект 5. Есть. Выносливость 10. Блин, ребят. Где-то тут есть выносливость 10. 20. Минус 20. Выносливость 5. Выносливость 15. Вот тут есть минус 10. Нам не надо. Давайте так попробуем. О. Ребята, 100 монет. То есть я так понимаю, что нам, наверное, 150 заплатят, если мы сделаем идеального клона. Слушайте, это интересно. Это реально интересно. Попробуем еще пекаря. Тут, к сожалению, больше не выбирается. Почему-то у нас такие вот небольшие варианты. Маловато всего. А, предлагаю тогда тебе брать. Смотрите, творчество у него патриотизм. Творчество вообще на нуле. Хотя странно. Пекарь все-таки. Сила интеллект. Выносливость тебе надо. Выносливость десяточка. Выносливость десяточка. Выносливость пятнашечка. Но творчества тогда многовато. А творчество у нас есть в минусе? У нас творчества в минусе вообще не бывает, я так понимаю. Не? Ну, по крайней мере, вот в этом раскладе. Не, не хочет быть. Выносливость сколько? Десять. Мы тебе понизить его не можем. А повысить что-то надо? Силу? Нет. У нас, понимаете, в минус... Минусов достаточно мало. Ну, давайте такого сделаем. По крайней мере, мы успеем хотя бы это все обработать, отработать. Семьдесят пять. Вот тут, кстати, можно достаточно неплохо денежки заработать. Ээээ, так, сдавай. Может быть у нас каждый день будет разные, ребятки? Так, сила, выносливость. Начнем, наверное, с самого большого, мне кажется. Выносливость двадцать, да? А, нет, даже творчество 25. Вот это возьмем. Творчество тут у нас, по-моему, было. Творчество 5. Есть. Патриотизм сколько надо? 15. Вот. И интеллект с силой. Сила 10. Блин, мы чуть многовато взяли. И интеллект 10. Так, интеллект 10, да, я сказала? Интеллект 15, интеллект 5, интеллект 20. Если мы так сделаем... Блин, силы много. Но мы можем с вами... Ага, неправильно. Хотя... Патриотизм. Подождите, мы патриотизм... Не-не-не-не-не-не. Мы убираем. Нам нужно патриотизм. Получится пятнашка. Где наша пятнашка? Пятнашку берем. Сила 25, и нам нужна всего лишь сил 10. А если так? Вот. Вот это уже получше. Ну, выносливость 10, а мы с вами... У нас нет выносливости 10, правильно? Выносливость минус 10. Вот это нам мешает немножко. 10. Ну, хотя бы пятерка выносливости. У нас что, нигде нет? Не-не-ребят, нас этого всего нет. Хотя бы мы могли бы купить новых. Ну, ладно, давайте таким. А сейчас я предлагаю еще прикупить. У нас все равно еще полчаса. Ага, всего тебе хорошего. Нам же сегодня столько оплачивать, по-моему, надо. Эээ... Поехали. Младший научный сотрудник. Давай посмотрим. Сила и интеллект... Вообще-то это обман. Так, такие низкие показатели. А что у нас? Интеллект и выносливость. Ну, хорошо. Интеллект и выносливость. Интеллект и выносливость по десяточке. Угу. Выносливость двадцать. Выносливость минус двадцать. Интеллект пятнадцать. Выносливость двадцать. Что-то у них слишком много. Сила десять. Ну, такое, ребят. Смотрите. Патриотизм нам нужна. Сила минус пять. Вот. Потом. Патриотизм двадцать. Нам не нужно. Творчество пять. Творчество есть. Интеллект. Ну, пятнашка подойдет. Патриотизм сколько нужно? Пять. Патри... О! Блин, ребята! Ну, хорошо. Ладно. Давайте такого уже сделаем. Соточку нам все-таки заплатили. И мы молодцы. Так. Ну и поехали следующего. У нас, значит, геолог будет. Геолог. Господин геолог. Эта штучка у нас надета. Подавайте смотреть. Сила, интеллект, творчество. А, ну тут у нас достаточно высокие показатели. В принципе, нам надо что-то, где у нас будет десять. Ну, у нас двадцаток мало. У нас выносов есть только, да, на двадцатке? Вот это можем взять. Значит, что у нас есть? Творчество минус десять. Нет, нам пятнашка надо. Патриотизм. Пятерик. А тут двадцатка. А если мы так сделаем? Выносливость мы добавить потом как-то можем? Интеллект, патриотизм. Вот. А интеллект тебе сколько надо? Пятнашка, да? Интеллект, интеллект. Двадцать. Только не говори, что у нас нет интеллекта. Пятнадцать, десять. Мы можем так добавить? Но нам тогда надо творчество и патриотизм уменьшить. Творчество и патриотизм. А где у нас тут патриотизм? Патриотизм и творчество, собственно. Блин, у нас творчества слишком много. Не, ребят, неправильно пошли. Хорошо, давайте смотреть. Может быть, вот... Не, многовато. Можем начать с этого. Потом. Это слишком много. Тут проще, наверное, прибавлять, чем отнимать. Хотя... Ой, творчество, выносливость, патриотизм, минус девять. И тут у нас остались одни минусы. Давайте еще лучше обновим их все. Значит так, смотрим. Что у нас есть? Нам двадцатки... А, нет, двадцатку настолько своему. Вот это возьмем. Интеллект пять. А тут есть интеллект... Блин, а, есть. Интеллект... А, пятнадцать надо было. Стоять. Или нам хватит? Ладно, возьмем так. И что мы с вами еще можем взять? Патриотизм пять. Ну, короче, что-то, что нам даст пятерик. Пятерик творчества надо? Нет. Блин. Ну, блин. Патриотизм. А если мы сделаем так? А тут творчество уберем. А где у нас тут творчество? Ну, можем вот так взять. Ладно. Вести пятьдесят. И мы с вами получили задание выполнено. Хорошо. Почапали. Мы молодцы. Все, выходим. Блин, это интересно, ребят. Я тут буду точно деньги зарабатывать. Мне, потому что мне это не нравится. Значит, что мы с вами должны сделать? Найти организацию по развитию. Давайте с охранником поговорим. Мы еще с ним, по-моему, не говорили. Говори. Чем вы тут занимаетесь? Не твое дело. Ага, не хочет. Закончит разговор. Он с нами... Слушайте, а может, эту дамочку можно как-то разговорить все-таки? Мария, кури. Она, я что-то не видела, чтобы выходила куда-то. Тук-тук. Ага, с ней нет смысла. Горацио Ньюпорт. Давайте сходим к Горацио. Я его еще тут не видела. Он у нас где-то шастает. Мы можем посмотреть, что у него интересно. Заодно мы скоро пойдем домой, книжку посмотрим, которую нам с вами дали. Что у нас? А-а-а. Ничего нельзя делать. Печалька. Кстати, давайте к боссу сходим. Давайте сходим к нашему боссу, поздороваемся. А то как-то первый рабочий день и мы даже с боссом не общались. Блин, ну как-то жутковато оно все выглядит. Постучаться. Кто у нас здесь? Я даже понятия не имею, какой у нас тут будет... О-о-о. Стол. Но мы даже его трогать не можем. Тумба. Здрасте. Здравствуйте, я Эван Редгрейв. Недавно повышен и переведен на этот этаж. За заслуги или за авторитет? Давайте за... За что лучше? За заслуги. За заслуги. Это правильно. Всякое существо должно оцениваться по его деяниям, а не субъективному впечатлению. Согласны? Наверное. А вот это неправильно. Человек не должен сомневаться, занимая правильную сторону. Верно? Да. Ты быстро учишься. Ну что ж, давай знакомиться. Я Исаак Вайнберг, хороший друг твоего отца и главный здесь на этаже. Эван, у меня для тебя будет важное задание. На тебя можно положиться? Сделаю все, что смогу, товарищ Вайнберг. Как ты знаешь, на этом этаже мы подчиняем природу себе, переделывая человеческую натуру по своему разумению. Ты наверняка спросишь, зачем? Зачем? Для того, чтобы исправить ошибки. Конечно, за время эволюции в людях накопилось столько генетического, биологического и социального мусора, что продолжать поощрять хаотичное развитие человечества уже невозможно. Но мы же не можем на это повлиять. Ошибаешься. И вот именно с этим связано твое задание. Мы научились дистанционно стимулировать отдельные участки мозга, вызывая у рецепиентов нужные нам реакции. Отдел РГД-9 по заказу Министерства Патриотизма разработал портативные излучатели. Тебе нужно установить их в Министерстве. Что это за излучатели? Побочная разработка от нашего с твоим отцом основного проекта. Работают на физиологическом уровне. Стимулируют патриотическую железу и выработку адреналина. Чего? Патриотическая железа? Да, есть такая. Потом покажу. Министерство решило давать служащим в любви к родине работоспособности. А так можно? Эван, я же говорил. Мы пришли к моменту, когда можем исправлять ошибки природы. А их в человеке очень много. А безопасность? А людям это не вредно? Людям это полезно, Эван. Они стали ленивыми и забыли, кто делает их жизнь счастливее. А куда стоять излучатели? Процедура обработки требует, чтобы рецепиент определенное время находился в зоне действия излучателя. Потом излучатель патриотизма нужно, а поэтому в статуях и бюстах вождя. Нам как раз хватит времени на процедуру, пока люди будут слетовать. Понятно. Увеличители работоспособности надо поставить в местах скопления людей. Торговые автоматы, места приема пищи, питьевые фонтанчики, служебные телефоны. На нашем этаже оставить не нужно. Тут и так хорошо работают. Ну хорошо, ребят. Мне все понятно. Разрешите приступать? Вот излучители. Где какие, походу, разберешься. Тут больше, чем надо. Остаток вернешь после установки. Хорошо, ребят. Давайте пойдем, попробуем поставить. На этаже не нужно. Ну, я догадываюсь, где нужно. Значит, на нашем этаже не нужно. Блин, эти Карлы меня пугают. Эти Карлы меня пугают. Значит, телефоны, бюсты. Нам, значит, нужно... Давайте поедем на лифт, на 12 этаж на лифте. Значит, что у нас тут было? Ага, ребят, мы с вами тут... Получается, все. Мы тут справились. Фонтанчик. Давай размещать. У нас как раз есть с вами время. Питьевой фонтанчик. Прикольно, кстати, смотрится. Все, супер. Побежали дальше. Там какая-то дамочка стоит. Сюда. А нам вообще написали, сколько у нас этих штуковин? Блин, пока не могу посмотреть. Справились. Где у нас тут? Ну, досье. Понятно, где-то у нас великий ученый. Ну, мне что-то кажется, что он у нас экспериментирует тоже. С чем-то, с чем не нужно. Установить в местах... У нас нет этих самых статуи вождя. В местах скопления людей. Хорошо. Карл. Вот наши Карлы тут и работают. Телефон. Что-то мне подсказывает, ребят, что на самом деле... Это какая-то хрень полная. Что на самом деле нифига оно не... Влиять на такие патриотические железы. И... И все тут. Так, ты убираешь. С тобой разговаривать не хочу. Возле ласточки можно было бы поставить. Здесь не надо. Здесь тоже не надо. Окей. Мы могли бы, знаете, где еще поставить? В кабинете этого маньяка. Но лучше не стоит. Значит, стоп. Мы здесь с вами побывали. Предлагаю пойти вот сюда. Тут у нас что? Вот у нас бюст вождя. Нам вообще-то желательно еще там где-то поставить. Потому что там людей больше. Стремно ребят в этом министерстве работать. Я не знаю, как они тут справляются. Побежали. А в растениях не надо? Да отойди ты. Нет. В растениях не стоит. Здесь не надо. Тут у нас ничего не нажимается. Хорошо. Там у нас был торговый автомат. Может, к этой дамочке с пирожками стоит пойти? Здесь надо? Стоять надо. Торговый автомат. Вроде бы мы все поставили. Ну, в смысле не все. Я имею в виду, что здесь мы поставили. И нам осталось, может быть, где-то здесь. Я не уверена. У нас где-то еще бюст был. Подождите. У нас как бы бюст был... Ага, вот здесь. В кабинете начальника. Но я не думаю, что там нужно. Все или еще нужно? Получить повышение, найти организацию. Ага. Два из трех. Четыре из восьми. А тут не надо? Надо. Ха. Места скопления людей. Мне кажется, на улице. Хотя не факт. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Тележки не надо? Нет. В тележке не надо. Или тут не надо? Майк-пейдж у нас тут стоит. Тут у нас телефон. Алло. Сколько у нас остается? Излучатель работоспособности. Это уже пятый получается, правильно? Так. Шестой. А вот тут седьмой. Блин, где-то у нас еще были. А неужели на том этаже, на верхнем, нет бюста вождя? О! Вот тут еще один бюст вождя. Давай сюда. Получается, что бюст там поставили. Значит, где-то еще должен быть фонтанчик. Что нам сказали? Торговые автоматы? Семь из восьми. Значит, что нас интересует? Работоспособности. Значит, где-то должно быть... Ну, в тележке нет. Слушайте, а... А тут нигде не надо? Тут фонтанчиков нет, тут нет. Тут нет фонтанчиков никаких? Ни-а. Бюст вождя есть. Давайте думать. На первом этаже мы вроде бы везде поставили. Тут поставили. Тут все поставили. На входе, может, что-то. Но тут не работоспособность, поэтому, знаете... Тут как бы они уже не работают. Они просто тут ходят себе слоняются. Мне кажется, может быть, мы что-то забыли на вот этом этаже. Где мы могли... Значит, места скопления. Торговый автомат. Опять, Карл. Нет, у нас тут нереально Карлы уже сидят. Уже все. Уже некому работать. Так, служебный телефон мы поставили? Поставили. В том, по-моему... Тихо, тихо, тихо. Что у нас тут? Незнакомец. Здесь ничего. Здесь тоже ничего. Может, к Пейджу надо было поставить? Нет. Тут тоже ничего. Ладно. Я избегала все этажи, ребят. И у охранника надо поставить. Представляете? Нужно поставить у охранника. Ладно. Давай-ка лучше мы с тобой будем выходить и идти домой. Я хочу пойти отдохнуть. Я должен пойти поспать себе, что-нибудь приготовить. У меня голова... Хотя, подождите. Хотя, подождите. Че мы с вами сейчас будем ходить? Давайте скажем, что мы... Ну, отчитаемся. Мы же все вроде выполнили, да? Скажем, что мы с Вайнбергом поговорим. Пошли. А то мы как-то отдыхаем и отдыхаем. Мы сейчас с ним поговорим. А потом мы с вами пойдем домой. Я хочу вот эти сериалы новые посмотреть. Мне кажется, это очень важно. Так, кто... Кто-то от нас уже что-то хочет. Оливер, что ты от меня хочешь? Здравствуйте, Карл. Чем я могу помочь? А, это Карл. Подождите, вот он где. Что тебе нужно? Отвлекать будете? Чарт-чарт-чарт! В чем дело, Оливер? Наш этаж чертовски отстает от плана. И все потому, что набрала балласты, которые ни черта не работают. Ты про кого? Да понятно, про кого. Про эту Марию Кури. Будь она неладна. Все держат ее за ученого, а по мне она курица к курицей. Кудачит и кудачит, а че хочет, не понять. А главное, все показатели к чертям. Может, попробовать поговорить с ней на ее языке? А ты умник, вот иди и поговори. Я не знаю ее язык, а к тому же министерство. Наверняка есть переводчики. Нет переводчиков. Расстреляли их по подозрению в шпионаже. У Вайнберга в кабинете видит самоучитель Южноборейского для самых маленьких. Возьми его. Может, какие-то книги найдешь? Ну, умоляю, Редгрейм, заставь ее работать, если ты, конечно, хочешь задержаться на этом этаже. Соглашаемся. Ладно, попробую. Не попробую, а сделаю, Эван. Мы ученые, любим точность. Ну, это я согласна. Согласна, как свой кореш, говорю, что точно надо. Слушайте, я же не буду его вскрывать. Кабинет-то... Я бы не хотела. Ох, печалькин, печалькин, печалькин. Потопали. Потопали, потопали, потопали. Чувак, я с тобой поговорить хочу. Ты со мной поговоришь? Так, хорошо. Давайте скажем. Товарищ Вайнберг, я закончил с излучателями. Ничего не перепутали? Нет. Все, как вы говорили. Статуи и торговые автоматы. Отлично. Посмотрим, как это повлияет на общие показатели тестирования личности. На чем мы остановились? Вы говорили, что излучатели – побочный проект вашей с отцом разработки. А что было основной целью? К сожалению, я не могу тебе сказать этого, Эван. Это секретная информация. Имдель? Да? Что? Нет, я ничего такого не говорил. Но хотя бы в двух словах. Это наверняка какая-то гениальная идея. Гениальная? Не то слово, но хорошо. В двух словах – мир несовершенен. Извините, товарищ Вайнберг, но не такая уже новая мысль. Новизна мысли определяется выводами из нее, Эван. Мы с Кальбом пришли к выводу, что несовершенство можно исправить, если исправить те, кто его создает. То есть людей. Либо они перестанут делать ошибки, либо их придется заменить на тех, кто ошибок не делает. Заменить кем? Оглянись вокруг. Тебе все еще непонятно? Клоны? Вы хотите заменить людей клонами? Для начала мы просто должны лучше изучить людей. Препарировать их сознание, понять их суть, чтобы не повторять ошибок в клонах. Ты уже прошел тестирование личности? Узнаем больше. А зачем оно нужно? Для работы мне необходимо постоянно проверять обобщенный уровень различных характеристик личности стандартных людей. Тестирование позволит оценить степень влияния наших идей и усилить на массовое сознание. Ты уже прошел? Нет. Нет. Это обязательная процедура. Найди служебный телефон, там можно ответить на вопросы теста, а потом мы сравним твои результаты с общими. Зачем? Узнаем, насколько ты подходишь для работы здесь. Если нужно для работы, тогда, конечно, сделаю. Хорошо, мы новое задание получили, блин. Блин. Слушайте, ну действительно вопрос. Неужели нам вскрывать придется? Давайте все-таки попробуем. У нас как раз есть еще времечко. Подождем. Хотя мне кажется, что тут, наверное, все еще закрыто. Все те самые еще закрыты наши. Так-с. Нельзя. Пять часов. Тридцать минут. То есть я имею ввиду, что нам, наверное, еще те... А, ну я же говорю, что все закрыто. Ну, а нам можно посмотреть... Да, уйди оттуда. Нам можно только вот эту часть посмотреть. Давай потратим. Тут, видимо, какой-то прос... Ага, биометрические. И... Для начинающих, понятно. Это что у нас? Работа с терминалом. Ага, терминал ракета. Скальпель. Ну, нам не написали, по крайней мере, а таташеньки. Нам не написали, что мы с вами что-то нарушили, что-то не то взяли. А что это за тележка? Что тут у нас? Давай посмотрим. Тележка. О, биометрический сейф. И что это? Руководство доходных домов. Инструкции. Влом дисковых замков. Ой, ребята, а у нас тут с вами книг будет? Блин, ну мы не все сможем почитать. Значит, возвращаемся домой. Нам, наверное, эти все книжки нужно будет поизучать. Почапали. Собственно, нам нужно сюда. И нам нужно вот сюда. Пойдем почитаем. Ну, у нас час пятьдесят пять, ребята. Час пятьдесят пять. Это капец какой-то. Нам еще надо бабеони найти где-нибудь... Наверное, мы на улицу пойдем к вечеру. Будем искать для нее какого-то тренера. Ну, я не знаю, где мы для нее будем искать тренинги с тренерами. Слушайте, люди, вам тут дамочка не нужна для повышения каких-то своих квалификаций? А это кто? Последователь секты? Слово вождя, ну давай поговорим. Услышьте слово вождя, откройте ли у него свою душу. Приходите к нам в слово вождя, чтобы получить ответ на все вопросы. Прям на любые? Мудрость вождя не знает границ. Не нужно больше думать, не нужно мучиться с выбором. У вождя есть ответы на все вопросы жизни и существования. Просто приходите к нам и узнайте. Кто убил моего отца? За что хемницы наказали? Великолепный вопрос. Наказание это милость вождя, с помощью которой он указывает на правильный путь. А, понятно, цитаты. Ой, понятно, где взять денег. Где взять денег? Отличный вопрос. Вот все спрашивают, где взять денег. А ведь только бождь точно даст ответ. И каков ответ? Вот, смотрите, цитатник вождя, страница 59, третий абзац сверху. Не спрашивайте меня, где взять денег. Гениально, правда? Ну, хорошо. В чем смысл жизни? Замечательный вопрос. Скажите честно, вы уже искали ответ на него в других местах? В книгах, фильмах, спектаклях? Философы, враги народа? Нет у меня таких друзей. Упс, проверочка. Не обижайтесь, работа такая. Так вот, ответ на этот вопрос вы не найдете нигде, кроме трудового вождя. Хотите узнать? Конечно. Приходите на собрание нашей организации «Слово вождя». Откроет вам смысл всего сущего и ответить на все вопросы. Спасибо, я подумаю. Какой вопрос осмучит? До свидания. Эээ, что это такое? А что на... Что это такое? Что бы нам тут... Листовка секты. Ну, прекрасно. Ой, божечки-кошечки, ребят. Нам еще секту... В секту предложили ступить. Отлично. Здравствуйте, Эван. Извините, а мы знакомые? Вы меня не знаете. Точнее, знаете, но не сейчас. Точнее, сейчас-то уж знаете, но не знаете, что это я. Что вы несете? Я Горацио Нюпорт. Чего? А ведь я знаю одного Горацио Нюпорта. Подождите, вы его отец? Чего вы хотели? Нет, я не его отец. Я и есть Горацию, но только из будущего. Чего? Продолжайте. Я буду говорить коротко, у меня мало времени. В клонах есть ошибка. Точнее, в их прошивке. Эту ошибку допустил я, когда мы с тобой работали вместе на одном этаже. Какая ошибка? Это не важно. Важно то, что клоны сохранили подавленную агрессию и в будущем начнут убивать людей, потому что посчитают их несовершенными. А что ты от меня-то хочешь? Ты должен не дать мне совершить ошибку. Докажи, что ты из будущего. Я знал, что ты захочешь проверить. Кажется, кто-то звучит, стучит дверь, откроешь. А? А кто там? Подождите-ка, это чё такое? Как такое может быть? Ещё один пришёл, да? Поэтому вернулся в ваше время ещё раз, на пять минут позже. А как я могу сделать и третью свою копию в этом времени? Нет, спасибо, достаточно двух. Хорошо, чувак. Объясняй дальше. У нас тут столько дел на сегодня и три часа всего лишь. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Со мной молодым разговаривать бесполезно. Ты должен получить доступ к моему терминалу и исправить код. Но я не умею. Там всё просто, я тебе расскажу. А если не получится? Ну, если ты ни мне не поможешь, у меня останется только один выход. Убить самого себя здесь и исчезнуть навсегда. На один выставил времени хватит. Хотя и не хотелось бы. А что будет с ошибкой? Она не пойдёт, новый вариант прошивки и клоны не станут агрессивными. Эван, мы теряем время. Аванс потребовать. Эй, ребятушки, давайте про будущее... А, спросить про... Про вождя, давайте. Как отреагировал Великий Вождь? Неужели власти ничего не сделали? Не думаю, что ему сообщили. Даже если и сообщили, после 138-й пересадки сердца он был уже плохо. После 167-й... Вообще, сдал и вряд ли что-то понял. Я не знаю, жив ли он или нет. Мы не получали никаких вестей. Пропокалипсис. Как так получилось, что клоны сошли с ума? Прошивка накладывается поверх подавленной личности клона. Если не закрыть дырку, личность носителя прорвётся. О, ребят, страшно как-то. А про аванс? Я согласен помочь, но за небольшой аванс. Хорошо, будет тебе аванс. 500, ребята! Я знал, что ты не откажешь. Моё время окончается, поэтому быстро. Ты должен получать доступ к терминалу и выбрать там правильную комбинацию. Хорошо, узнать, как получить. Почему ты не скажешь мне пароль? Потому что пароль постоянно меняется. Менялся. Меняется. Бюро пропусков выдаёт новый пароль каждый день. Хорошо, и как... Ну, окей. Извини, мне пора. Время кончается. Надеюсь, что вернусь не в тот мир, который покидал. Да, кстати, в терминале правильный ответ B. Запомни. B. Всё, пора. Окей. Ребята, к нам уже тут эти гости из будущего. Печалька! Так, стоять. Начнём с опла... Там кто-то ещё. Я только оплатить хочу. Подождите, два дня. Вот это мы с вами оплатим, и всё, и хватит. Соточку. По крайней мере, у меня хоть деньги есть. Два, 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 два. Надо решить, что нам сейчас важно. Кто там? Что там? Ребята, я не буду дверь открывать. Сейчас деньги ещё потребуют. Не хочу. Ладно. Что нам делать с вами? Чё тебе надо? Добрый день. Вы много работаете, вы сильно устоёте. Вы не могли добиться успеха в карьере. Вы стараетесь на вас ничего не... Извините, вы кто? Я тренер по личностной мотивации. Со мной... О, божечки. То одна секта, то вторая. Вы добьёте успеха. Вы продвинетесь по карьерной. Спасибо, меня не интересует. Потому что у вас низкая самооценка. Приходите на мои тренинги по программе самоудовлетворения и возродите интерес к самому себе. Самоудовлетворение? Я не ослышался? Вот, видите, вы уже заинтересовались. Моя организация «Полюбись и тебя» сейчас проводит тренинги развития личности, в том числе тренинги по самоудовлетворению. Тьфу ты. Вы ведь хотите себе нравиться? Да, я и так себе нравлюсь. Это замечательно. Вы такой уверены. Пожалуйста, возьмите нашу листовку. Да вы достали меня уже. Распространите её на работе и пусть все будут счастливы. Хорошо, давайте вашу листовку. Ребят, вы что, издеваетесь? Нас то в одну секту тянут, то в другую. Давайте будем честными, это всё в секты какие-то. А, значит, сходить мы никуда не можем. Я-то думала, мы пойдём на улицу где-то искать. Я пока что не хочу смотреть никакие программы. Я на завтрашний день планирую вообще-то... У-у-у-у... Терминалом. Ракета, что у нас? Э-э-э... Так, давайте изучать язык. Э-э-э... Шесть. У-у-у... Ребят, ладно, пошли смотреть сериалы. Мне кажется, сериал попроще. Мы язык с вами выучили. А что у нас тут есть? Чё-нибудь, чё-то новое крутит, да? Ту-ра-та-ту-ра-та-ту-ра. Нифига себе, сколько всё стоит. Привлечение по три. Ну, это никому не интересно. Страсти по вождю. Ах, придётся покупать. Смотреть, смотреть. Все, ребят, у нас 55 минут осталось. Предлагаю пойти спать. Блин, я хотела... А может, мы завтра книги почитаем лучше? Смотрите, мы можем сходить на работу. Немножечко поработать. Ну, там, чуть-чуть там клончиков обработать, чтобы у нас денежки появились. И потом мы с вами, собственно, можем вернуться домой. У нас будет больше времени. Мы сможем с вами и... И, 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 и... Блин, я вот... Меня этот клон... Ну, клон, этот самый из будущего сбил. Почитать книжки. Сколько там нужно было? По-моему, 9 часов в общей сложности. Примерно. Подождите, мы с вами... Что мы с вами не читали? Мы с вами не смотрели... Где тут мои эти самые... Открываем. Что у нас с вами есть? Страница дневника. Вырванная страница. Чем ближе окончание работы, тем больше начинает накаляться обстановка. Ощущение... Надвигающейся грозы меня не покидает. Воздух вокруг как будто наэлектризован. Вчера было предотвращено очередное покушение на Вайнберга. Причем Фергюсон уже даже не скрывает свои досады по поводу этой неудачи. Они похожи на свору псов, которые дерутся за кость, вещаясь, висящую на веревке над их головами. Все, что мне остается, взять пример схемницы и погрузиться в работу, чтобы не видеть происходящего. Иногда я напоминаю себе, что страус, пытающийся спрятать голову в песок министерстве, рискует разбить эту голову о бетонный пол. Но я должен закончить этот проект. Тогда у меня будет шанс на искупление. Слушайте, как-то все это жутковато, если честно. Но я думаю, что мы с вами продолжим уже в следующей серии. Друзья мои, у нас была сегодня работа на новом этаже. Это был капец какой-то. К нам уже тут люди, гости избудут. То есть, какой-то терминатор у нас уже начинается. Что будет дальше, мы уже узнаем в следующей серии. Поэтому, если вы хотите знать, что будет дальше, ставьте лайк. Подписывайтесь. Хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока.